На этот раз, играя по пути Йорви, там в начале игры, я всё-таки убью Ариана Лавалета, чтобы посмотреть, как эти события отразятся в будущем в игре. Так, давайте поговорим с ним. Славный Геральт из Ривии! Низко же ты пал, ведьмак! Говорят, будто ты один из лучших фехтовальщиков Севера. Вот и проверим. Ну, сперва, скажем, сдавался, чтобы он иначе, скажем, как знаешь, на нас нападут все его люди, включая его, поэтому вызовем на поединок исключительно одного Ариана. Хватит смертей. Сдавайся, и Фольтест отнесётся к тебе по законам чести. А где гарантии, что он не перережет всех? Нет никаких гарантий. Фольтест опозорил мою мать, а теперь ещё с Нильфгардцами якшается. У короля целая армия, у тебя горстка храбрецов и твоя честь. Через минуту ты потеряешь и их. Выбирай. Слышали, парни? Король прислал к нам ведьмака. Хочет, чтобы мы сдались. Чтобы мы забыли, что такое честь и гордость. Предлагает выбрать, жить нам в позоре или умереть от ведьмачьего меча. Вы хотите такой жизни? Хотите гнуть шеи перед Фольтестом? Никогда! Ты слышал, ведьмак? Они не хотят. Так, ну между нами это уладим. Уладим это между нами. Да будет так. Вы все, отойдите. Нянька рассказывала мне историю о тебе, когда я не мог заснуть. Больше всего я любил про Ренфри и её разбойников. А потом я вырос и стал мечтать помериться с тобой мастерством. Мечты сбываются. Давай с этим кончать. Использовать будем против Ариана. Только лишь один арт. Будем ждать, когда он пойдёт. И вот так сзади будем его свалить. Даже не будем использовать никакого Квена. Всё это на тёмном уровне. Достаточно легко. Сильные атаки. Отнимают у Ариана приличное количество ХП. Ещё один раз. А, кто нападет. Вот и всё. Очень быстро мы его убили. Его люди сложат оружие. Да, мы не получим бонуса к Квесу вещей. Но у меня стоит мод, поэтому мне это в принципе не важно. Мне важно само развитие сюжета. Итак, друзья. Так как мы зарубили Ариана Лавалета, подземелье буду допрашивать и пытать именно сисястую Луизу Лавалет, которую мы будем иметь удовольствие наблюдать. Ты не посмеешь. Мне что приказали, то я и делаю, вашество. Кто приказал? Спросила б лучше, что им нужно. И что же? Чтоб ты им документик подмахнула, мол, ублюдки твои не от Фольдеста. Я всё подпишу. Конечно. Все рано или поздно подписывают. Прошу вас, не надо железа. Я сделаю всё, что вы хотите. Всему своё время. Сейчас время раскалённого железа. Умоляю! Потом будет время вбивать иглы под ногти, а в конце я выколю тебе глаза. И только тогда ты подпишешь всё, о чём тебя просят. И уже никогда от этого не откажешься. Я вижу, ты уже заждалась. Ничего. Погоди ещё минуточку. Железо пока не... Железо пока не прокалилось, друзья. Давайте-ка с ними разберёмся. Ты слишком рано? Тебе на завтра назначено. Придётся обслужить меня порой. Сейчас её освободим, конечно же, тоже. Так, ну, вроде бы, тут всё мы собрали. Попушили факелок. А нет, тут ещё дофига всего. Признание Марии Луизы Лавалет. Я, Мария Луиза Лавалет, заявляю, что отцом моих детей, она из Ибуси, является мой старший сын Ариан. Да, вот, друзья, вот такой вот инцест у них получился. Я в этом письме. Собираем все полезные вещи, которые мы здесь можем найти. Далее они нам очень тоже пригодятся. Вот такая вот Луиза Лавалет в кандалах. Теперь я в твоей власти, ведьмак. Что дальше? Госпожа, оденьтесь. В старые времена король рассказывал мне о тебе. Посмотри мне в глаза и скажи, ты убил Фольтеста? Нет. Да. Я верю тебе. Радуйся. Иначе я бы выцарапала твои дьявольские глаза. Я рад, госпожа. Я уже как-то привык к своим глазам. Где мои дети? Я только что бежал из камеры, поэтому не знаю этого наверняка. Я вообще мало что знаю. Тогда тебе придется положиться на меня. Я хорошо знаю эти подземелья. Без моей помощи ты не выберешься. Со мной? Может быть. Значит, мне повезло. Идем. А по дороге ты расскажешь, как погиб Ариан Лавалет, мой сын. Положиться на нее было бы весьма недурственно, надо сказать. Забираем то, что мы еще здесь не забрали. Так. У тебя нет шансов. Они никогда не промахиваются. Мои люди лучшие бойцы Нильфгарда. Так. Кардибалет. Так. Давайте-ка его спровоцируем. Их только двое. Зато Арбалеты у них лучшие на свете. Чего вы хотите, ваше превосходительство? Как я уже сказал, я пришел, чтобы предложить помощь. Точнее, сотрудничество. Лавалетты не сотрудничают с Нильфгардом. Пантерей, баронесса. На этом свете нет ничего постоянного. Пора привыкать к новому раскладу сил. В особенности сейчас, когда Ариан и король мертвы. Защита потребуется и вам, и королевским детям. Где они? В верхнем замке. Пока с ними ничего не случилось. Я могу гарантировать безопасность вам и вашим детям. И не ожидаю ничего взамен. Переходите под опеку императора, и волос не упадет с вашей головы. Пусть будет так. А теперь отведите меня к ним. Мне верхний замок ни к чему. Верно. Слишком многие там ждут, не дождутся завтрашней казни. Чтобы помочь баронессе обрести свободу, я должен закончить еще несколько мелких дел. По дороге я мог бы отвлечь солдат, охраняющих ворота, приятной беседой. Госпожа, я оставлю вас под опекой этого рыцаря. Ведьмак, подождите двадцать ударов сердца и отправляйтесь за мной. Зачем ты помогаешь убийце короля, посол? Я помогаю ведьмаку, который может найти настоящего убийцу. Я человек законопослушный. Поэтому все акты неоправданного насилия вызывают у меня отвращение. Империи не нужен хаос на севере. Двадцать ударов сердца, а потом за мной. Ах, так. Посол ведется в игру, это все правда. Давайте по порядку попробуем ответить. Ариан не оставил мне выбора. Знаю. Он всегда был упрям. Ариан поступил, как любой из лавалет. Он держался до самого конца. Надеюсь, что он не страдал. Он даже не заметил последнего удара. Довольно и этого. Ступай с миром, ведьмак. Ну что ж, вот так вот просто нас и, в кавычках, как говорится, простили. А мы, конечно, не получим бонус прибавки в весе. Но, в принципе, в принципе, зато мы сможем отследить сюжет без Ариана Лавалет. Так как я проходил в ветке с Роше именно с Арианом. Поэтому сейчас он мне уже, в принципе, и не нужен. Так, давайте далее продолжаем. Куклы. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если б пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алюбардами рубят. Меня б раздавили, если б не доспехи. Потом еще раз десять получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Блюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Это пройдет. Ты был с рубайлами, когда они попали в Скаитаильскую засаду? А то! Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно. Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может, значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. Их лич у них Хорвет или что-то вроде того. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею. Но он спас нас. Эльфы его, как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами Диавол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Насыпь охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Может, нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. В прошлый раз-то как раз биться нам не пришлось. Но в этот раз я возможности не упущу. И таки сражусь с этими охранниками. К тому же, в общем-то, их не сложно таки победить. Давайте здесь все залутим, пока он их там отвлекает. Так, ну что там опять этот медальон не срабатывает. Так, все забираем. Все ценное. Все поднимаем. Так, тут больше ничего. Тут все забрали. Так, мы не отсюда ли мы вышли? Нет, тут заперто. Так, тут все вроде взяли. Там еще какие-то коробочки. Да, вот тут вот, смотрите, спрятался камень стихии. Очень важный компонент для изготовления рун. Камень стихии очень сильно нам будет нужен. Так как я собираюсь изготовить довольно много рун из изги там. Мои самые любимые руны в этой игре. Они серьезно усиливают мечи. Так. Вроде бы там стоят эти стражники. Давайте сразу заквенимся. Достанем. Гераль, сюда! Да, да, да. Берегольд нас тут же отвлекает и зовет к себе. Но мы не будем к ней спешить. Потому что нам надо еще справиться с охранниками. Местными. И получить... Отсюда ему не выйти! И получить некоторый опыт за это. Ладно, возвращаемся на позиции. Так, здесь чему можем залутить. В случае чего поднимешь тревогу. Да что ты не могу схватить? А вот они, кстати, сагрились. Ух ты, три сферикольд прибежал бы уже по помощи. Победить всю стражу! Ух ты, друзья! Смотрите-ка, это еще и квест был. Скрытый, не скрытый, не знаю. Но вы все видели, да? То, что не зря здесь справился со стражей. Почему? Потому что за это мне еще и подкинули 50 опыта. Так, что, все взяли или не все? Эти вот мешки коварные, их так сложно обследовать. Ладно, не будем на них терять время. Давайте соберем остатки и продолжим игру. Друзья, еще один интересный момент. Я попробую сейчас выполнить квест с призраком в лечебнице. В главе флотзам. Во второй главе я добыл свиные сердца и глаза. При этом сердец накеров и глаз накеров у меня не было. Я вообще их просто не собирал для того, чтобы проверить, можно ли сдать квест именно с глазами и сердцами свиней. В прошлый раз, как вы помните, у меня не получилось это сделать. Но сейчас должно получиться, потому что у меня других глаз и сердец, кроме свиных, просто нет. Ты вернулся! Давайте попробуем. У меня есть глаза и сердца. Поклянись, что когда я отдам тебе все, что принес, ты освободишь это место от чар. Не так быстро, колдун. Я хочу заключить договор. Поклянись мне. Или ты сдержишь слово, или никогда не утолишь свою жажду мести. Я поверю тебе. Пусть те не вернутся во тьму. Пусть безумие обретет покой. Пусть то, что умерло, будет погребено. Я отрекаюсь от власти над этим местом. А теперь дай мне то, что принес. Глупец. Ты не можешь обмануть мертвых. Ты хотела грабить меня. Украсть мою месть. За это ты разделишь судьбу двух других злодеев. Ну что ж, друзья. Как мы можем видеть, невозможно обмануть призрака. В любом из вариантов. Я вам покажу, что у меня не было других просто сердец. И глаз. Хакерские сердца и глаза я просто не собирал. Я купил сердца у мясника. И глаза как раз две пары. Того и того. Призрака мы одолели. Давайте сразу залутим. Сегодня я хочу показать вам, как победить Кейрона при помощи специальной ловушки, которую я изготовил во флотзами. Используя некоторые ингредиенты, которые здесь можно добыть. Так. Отправляемся к Кейрону. Выбираем ловушку. У нас одна всего лишь ловушка. У нас одна всего ловушка. Шала вымотила Кейрона. И теперь нам остается его только убить. Все необходимые зелья уже приняты. Итак, включаем Квен и быстро передвигаемся к месту, где надо установить ловушку. Быстро активируем ее. И отходим куда-нибудь. Как мы видим, ловушка сработала и... Оторвало ему щупальце. Просто отрезало. Отнеслился. Отнеслился. Отходим в эту сторону. И готовим, по всей видимости, уже Ирден. Не знаю, попадет он на этот Ирден или нет. Он как-то далеко поставился. Да, мы его поймали. Так, и теперь нам снова надо задействовать Квен. И переключиться на Ирден. Пока все идет по плану. Что-то он не попадает в наш Ирден. Давайте как-нибудь, может быть... Да, вот мы его поймали опять. Отлично. Еще одно щупальце. Ох, друзья. Началась анимация. Надо быть предельно осторожным здесь. Так, понятно. Нам вносят наш КВ. Пробуем второго включить. Ну, естественно, пока мы его будем включать. Он нам его, естественно, будет сносить. Нормально. Двигаемся дальше. Здесь какое-то... Какое-то место, где застревает Геральт. Вот здесь надо было пойти. Примерно, разрабы специально так сделали. Видите, да? Я вот здесь зашел сюда и... Застрял. Надо было дальше пройти. Ну, там месте просто застревает Геральт. Вот здесь вот надо было войти, да. Ну, разрабы молодцы, конечно, что сделали два хода здесь. По одному бесполезному нам идти на мосту. Там не пройти. Ну, что ж, Керри, нам мы все-таки одолели. У нас получилось. Неплохая битва, Геральт? Ты как? Ха, отлично. Со мной все в порядке. Я потратила много сил. Если бы мне пришлось тебе помогать... Меня учили обрабатывать раны. Одна чародейка. Чего мне бояться? Ну, да. Ты, как любой ведьмак, изображаешь из себя скалу. Я и представить не мог, что он будет такой огромный. Трис угадала. Эта мутация вызвана магией. Ну, за работу. Я возьму только лучшие части. Ах, нехорошо столько всего оставлять. Это расточительство. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не беспокойся. Так, друзья, отлично. Мы сразу же получаем новый уровень. Ну, как вы видели, да, что... Ловушечку можно только один раз поставить здесь. На этого самого Кейрена. Сбираем с него, так сказать, лучшие части. 1750 опыта нам дают. Отлично. Это еще улучшает наш уровень. Все это забираем. Ну, все. Увидимся уже точно в бою с Лето. Сбираем поисловно. До